Унылая пора, очей очарование, Приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышной природы увяданье, В багрец и в золото одетые леса. В их сенях ветра шум и свежее дыхание, И мглой волнистой покрыты небеса, И редкий солнцелуч, и первые морозы, И отдалённые седой зимы угрозы. Здравствуйте, мои дорогие друзья, подписчики и гуси моего канала. Вот посмотрите, какое воскресенье у нас была погода в Манхэттене. А у меня планы. Я же вам обещала показать выставку украшений камней в Манхэттене. В общем, она проводит раз в полгода, Поэтому очень сильно хотелось туда попасть. Ну и поехали мы с мужем. Ну что тут сделаешь? Простите меня, пожалуйста, за эту съёмку, Потому что ливень был стеной просто. Поэтому вот такая и съёмка неудавшаяся. Но всё равно вы же видите, сколько народу на улицах Манхэттена. Потому что в этот день проводилось столько всяких мероприятий, что я вам просто передать не могу. И в том числе было одно очень интересное шоу в огромнейшем здании, куда была очередь. Ну, в общем, это было, конечно, очень интересно. И народу вот всё равно есть дождь, нет дождя. Всё равно все стремятся поразвлекаться. А это мы уже приехали на выставку. И это моя ученица Зинаида. Ну что ж, посмотрим, что у нас здесь происходит. Сначала мы зашли, когда вот мы нарвались вот на такие дисплеи замечательные. Вы знаете, что я вам хочу сказать? Это не просто стеклянные бусики какие-то, а это винтаж немецкий. И там было написано с 1940 по 1970 год. Вот представляете себе? И, конечно же, всё это было безумно дорого. Но очень красиво и интересно. И сначала я, конечно, решила там что-то себе купить. Потом посмотрела на цены, отложила обратно. И решила просто поснимать и показать вам, какое бывает винтажное стекло. Причём это не просто какие-то изделия уже готовые, нет. Это то, из чего можно самостоятельно совершенно сделать шедевры. Вот, ну и, конечно же, вот посмотрите, чемоданчик какой старинный, в котором лежит всё это. В общем, дисплеев там было много. Посмотрите, какая красота. Вот, пожалуйста, вам и стекло. Ну и цены за три штучки 14 долларов. А что такое три штучки для изделия? Это ничего. Поэтому вот и ничего и не купилось. Очередным образом. Хотя каждый год она вот привозит, эта женщина. В прошлом году тоже она была. Вот, она привозит вот такие вот вещи. Сколько у неё там этого всего, я не знаю. Где она живёт? Я хотела у неё поспрашивать, но она была вечно занята, отвечала на вопрос. Ой, мой любимый glow moon, стекло, лунное сияние. Как мне нравится. Ну, опять-таки, цены, цены, цены. Ну, что тут поделаешь? Зато красота неземная. Ну, вот, скоро мы вообще перейдём на другой дисплей. А пока смотрите. Сколько винтажа, господи. Это просто уму непостижимо. Ой, ну, ладно. Что тут поделаешь? Жёлтые, синие. Ну, в общем, красота, конечно. Так, а это, я так понимаю, уже другой дисплей. Да. Это уже другой дисплей. И здесь тоже очень много, очень много интересного. Хотя нет. Вы знаете, я ошибаюсь. Это я обратно к жёлтому и к розовому, и к сиреневому свету перешла. Ну, для того, чтобы, ой, хотя бы полюбоваться, дать вам посмотреть. Видите, что можно из всего этого сделать? Вот это уже друг... Нет, ещё всё тоже. Видите, грибочки, я на них... Мухоморчики уже давно смотрю, несколько лет подряд. И вот бусики из стекла такие. Вот другой дисплей. Вот это уже другой дисплей. Это тоже стекло, но это не просто стекло. Это не винтажное стекло. Это стекло, которое сделала продавщица своими собственными руками. Вот она делает и возит по всяким шоу. Очень интересно. Но тоже цен, конечно. Но сами понимаете, бусы ручной работы – это всегда очень и очень дорого. Но, знаете, меня иногда это смущает, а иногда нет. Если вот западёт, как говорится, на душу и сердце, я так, что называется, крепко зажмуриваю глаза, потом быстро их открываю и покупаю. Но в этот раз с этими вот бусинами не случилось. Лишь только потому, что я съездила в Кортлинг в этом году. Но это музей стекла. Вы, наверное, помните мои видео. Если нет, надо будет сбросить его в инфобакс. Ну, а это и ещё один продавец. Это мой любимый продавец. Вы знаете, тут тоже стекло потрясающее всегда. Очень интересное. Но в этот раз выбора не было такого, как обычно. Потому что я пришла только на третий день на эту выставку. Выставка была всего три дня. Четверг, пятница, суббота. Я приболела. Пришлось ехать в субботу. Вот. И посмотрите. То есть, опять-таки, очень всё интересно и любимо. Но выбор был меньше. И вот здесь я, как всегда, несколько себе изделий. Но не изделия, а именно подкупила, короче говоря. Потом я вам сделаю обзор. Это будет следующее видео моих покупочек. Так, что у нас здесь? А здесь у нас уже жемчуг и ракушки. Ну, в этом сезоне это, конечно, пик. Целое лето было очень-очень всё это модно. Вот. И даже у нас в Нью-Йорке народ это носил. Как ни странно. Давайте посмотрим на следующий дисплей. Здесь у нас замочки серебро. Тоже каждый год привозят такое. Но цены в этом году, в этот раз были вообще, ну вот, но сильно высокие. И я вот посмотрела, посмотрела. А у меня ещё есть немного вот таких вот замочков серебряных. И я подумала, ну, у меня же есть проволока серебряная. Сделаю сама, ежели что. Вот. Но и вот здесь, конечно же, я не могла пройти мимо дисплея с цепями. Но в этот раз они чуть ли не в два раза подорожали. Было очень-очень дорого. И я махнула рукой на этот вопрос. Посмотрите. Ну, это вот зал. Ну, то есть, там было несколько залов. И вот, давайте смотреть, что меня ещё привлекло. Вот это, вот в этом, на этом дисплее были удивительные совершенно вещи. Они очень дорогие. Вы знаете, я ходила, всё смотрела, всё переворачивала. Но не решалась взять, опять-таки, потому что у меня была определённая сумма денег и определённые планы на эту выставку. Вот. Ну, давайте хотя бы рассмотрим, что там было. Интересно. Немножечко я купила вот таких. Нет, это пуговицы. Там были, кстати, пуговицы очень интересные. Вот такие вот. Ну, большой был выбор, но каждый из них стоил 10 долларов. И я подумала, что у меня винтажных пуговиц с навалом. Вот. Вот такие вот я листики купила. Я вам потом покажу. Красота, посмотрите, какая. Они были основаны, ну, такие, не сильно дорогие. 2 доллара штучку. Вот. Я купила 6 штучек. У меня есть планы на очень интересное колье. Вот. Смотрите, какая красота, да? Можно много интересного там на это наделать, на всяком случае. А вот это вот русская, это не брошка, а заготовка под брошку русской росписи. Сколько там это всё стоило? Около 30-ника. И я подумала, не-не-не-не, я с интернета дешевле куплю. Куплю брошку, если надо, раскурочу, чтобы расшить её. Вот этот мой любимый дисплей. Я ради этого дисплея, ради вот покупок, я приехала на выставку на самом деле. Ну вот посмотрим, давайте на изделие. Это изделие из камней и ювелирной проволоки. Полностью ручная работа. Посмотрите на эту красоту. А хозяйка, которая сама всё это плетёт, при мне она там доплетала что-то, вот, она, конечно, рукодельница великая. Вот такое, кстати, я тоже умею. Вот. И посмотрите, какая красота. Вот глаз не оторвать. В этот раз почему-то изделий было немного на показ. Но вы знаете, я понимаю, почему третий день выставки. И, конечно, к концу уже очень много разобрали. Обычно ходить надо в первый день, чтобы что-то увидеть действительно. Какая, посмотрите, какая браслетка. Ах ты, боже мой. Ну, знаете, для того, чтобы такое выплести, это надо очень много потрудиться на самом деле. Вот. Ещё одна браслетка удивительная. Это всё не продавалось на самом деле. Это были как бы, ну, образцы, что можно сделать из проволоки с камнями. А вот это уже пошла проволока сама. И вы знаете, я набрала на 100 долларов проволоки. Причём сэкономила очень серьёзно. Вот. Покажу вам потом. И вот ещё один дисплей, который мне очень-очень стул понравился. Много было колечек. Это серебро. Это всё серебро. И вот это польский янтарь. Купила себе колечко. Ну, тут, видите, много разных камней. Выбор огромный. Всё это стерлинговое серебро. Ну, в общем, конечно, красота. Ничего не скажешь. Там я тоже очень долго стояла и думала, что брать, что не брать. Купила всего лишь одно колечко за 16 долларов. Покажу вам в обзоре. Но, вы знаете, теперь жалею. Ну, что тут сделаешь. Вот. Ой, слишком много в голове предрассудков. Надо было, конечно, ещё что-нибудь симпатичное взять. А вот это вот из натуральных камешек и тоже ручная работа проволок. Видите? Ну, было немножко неудобно снимать вот эту полоску световую. Видели, да? Это свет, и он отсвечивал, и немножко плохо видно, но всё-таки, наверное, что-то можно. Вот это всё натуральные камешки. И была скидка 75%. Посмотрите, сколько всего. Всё это натуральные камни разных размеров. Я вам просто передать не могу, какой там был огромный выбор. Но я ничего покупать почти ничего не стала. Немножко купила. Покажу, что купила. Потому что у меня всё-таки всяких бусинок огромное количество. Ох, какой метист, видели, да? Ну, конечно, было очень интересно. Что меня поразило, очень было видно, что народ покупает, а чего народ не покупает. Потому что там, где были такие дисплеи покупочные, толпилась толпа людей, а в других местах было очень-очень мало или вообще никого. Посмотрите, это не бисер, это такие камешки миллиметровые, натуральные. Ой, ну что тут сделаешь. Я всегда хотела купить себе парочку, но у меня есть немножко. Но нет, дорого, сильно дорого. И возле этого дисплея почти никого не было. Хотя, посмотрите. Может быть, в предыдущие дни выставки было. Может быть, я не знаю. Но в этот раз я там была одна практически. Видите, вот миллиметровые бусины буквально. Ими можно пользоваться, как бисером. Ну, получается, знаете, очень-очень дурно. Ну, а сейчас давайте маленький обзор, маленькое шоу того, чего я снимала. Вот. И на сегодня, пожалуй, все. А клятвенно обещаю, что мое следующее видео, это будет видео с моими покупочками. Вот. Не знаю, будет ли вам так уж сильно интересно. Потому что, ну, я купила что-то очень такое определенное. Зачем я специально ехала для школы? Мне деньги дали. Вот. Я купила то, что нужно было. Ну, а пока давайте досмотрим. И хочу сказать огромное-преогромное спасибо за то, что вы со мной. За то, что смотрите. Ваши комментарии меня просто поднимают ввысь. Поэтому жду ваших комментариев, мои дорогие. Я всегда отвечаю на все-все-все комментарии. Никогда не пропускай. Ну, что-то есть, во всяком случае. Вот. А с вами была Инесса из Нью-Йорка. А всего вам самого наилучшего. Здоровья, счастья и мира. Увидимся в следующий раз. И это будет обзор. Всего вам самого-самого наилучшего. До свидания. До новых интересных встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok